Гуляю по берегу Черного моря Вот такие красоты Там Севастополь А вот здесь у нас прибой Сейчас так раскрыли И видно, что происходит вокруг Основная, не манерная Песчаник Прямо до горизонта Скоро она опустится Даже закат сниму Смотрю Начинается закат Мы находимся в Кача Это Севастопольский арьел в Крыму Живописное место на Черном море Прибой Ну и сейчас скорее всего уже уходит Вода потихонечку Отлив начинается И мы видим, как солнце садится И от него исходит Солнечные такие белые Родоватные потоки Возможно, что-то загружает Боемся зрение Потому что подобное Что-то сфотографировали На видео снимали Звезды У меня одно получается У друга, который с такого Телефона Совершенно Другая картинка Как будто я загружу полный образ И он проецируется уже на видео Ну, сейчас немного помолчим Понаблюдаем Закат солнца У нашего Ярила Солнышко Летают чайки Такая красота и идиллия Прекрасный момент застал Сейчас посидим и посмотрим Что будет дальше Что будет дальше Сейчас я вижу Неваженным взглядом Как половина солнышка Уже только показывается Из-за горизонта Никакого белого там Не наблюдаю Это только на видео Происходят такие Родоватные потоки Которые идут от Ирила Солнышко Поэтому мы Дальше наблюдаем Смотрим чудеса Уже две трети скрылось За горизонтом Солнце погружается Погружается Ну и попробуем дойти До финала Этого чуда На Черном море Кстати, когда мы купались Здесь В этом месте Кача Медуз нет Но Песчаная Либо попадается В камни На берегу Здесь я также нашел Ежевику Из Скал Песчаника В некоторых местах Идет вода Ручьи Маленькие водопадники Вот сейчас только я Одно восьмое солнце вижу На самом деле На видео Солнце Все еще Полностью показывается Так Солнце Уходит Все Я уже его не вижу Вообще А на видео Оно еще проецируется Как зарево Посмотрим что будет дальше Как будут Изгибаться и идти Родоватные потоки Отдыхаем Отдыхаем Наслаждаемся И Замечаем Анализируем Что будет дальше Сейчас Ноги отдыхающие Уже ушли Поэтому На берегу Пустынно Здесь Для вас специально Подобрал пейзаж Делали Камешек Такой живописный Большой Который Постоянно Подтачивает Вода Ну а мы Дальше Смотрим Что будет Какие-то Приливы Отливы Кругом Красота Вдалеке Вижу только Розовый Сейчас На видео Все равно Идет Родоватный Желто-белый Поток Прямо Как орел Такой Очень Интересный И Потом Постараюсь Сравнить С другими И Видео Которые Выкладывают У нас Друзья Пользователи Что У них Получается И Что У меня Сейчас На видео Белый Овальный Овальный Сгусток Само Солнце Вообще Не видно Но От него Остался Такой Сред Пока Что Так Еще Посидим Понаблюдаем Уже Прошло Пять с половиной Минут Сначала Видел И Солнышка Уже Нет Но Остается От него Сред На берегу Ветер Камыш Трава Влетают Чайки Уже 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 Солнце На Видео Интересный Оптический Эффект Облашко Белое Солнце Облашко Также Овальным Просто Уменьшается В размерах И Сейчас На видео Видим Что произойдет Когда Полностью Уйдет А Уйдет Надо Оменьш Sean От Вbresут Откуда он растет? Непосредственно из базальтовых слоев он растет И вы так наслаиваете, как на другом? Да, и наслаиваются, вот видишь, вот он у них, вот растет Вот он и пошло, вот он растет Похоже на яшму, по цвету, да, на зеленую, или на малахитин какой-то Здесь обсох, обветрился, скололи, вот это скалывают, вот это все артефакты вот ломают Вот он шел такой же зеленый Это камнекристаллическая форма жизни как раз Друзья, я сейчас немного по путешествиям Вот он Вот залетай доходу, да? Больше, чем в воде Вот это не палочками, а полостами Друзья, я сейчас немного по путешествиям вот и вот по скалу Вот тут алмазный стержень А вон там Сейчас я пойду по воде Чтобы вокруг скалы пойти Мы увидим Даже не видно Крижбу Там алмазный, там аметистовый Рубиновый стержень Вот там маленькая горка Это как раз там аметистовый стержень стоит Здесь сидим Мы видим, как все это устроено Камни нарастают Камнекристаллическая форма жизни Ну, мы увидели, в принципе, их во многих В разных местах по всему миру Фильмы показывают Вот, блин, в реальность Все этажи Сейчас можем снять Мы прямо проходим Снизу и сверху Можете все это увидеть Идут вовны Ну, я думаю, тут дальше пройдем Вот там, видимо, уже небольшой бережок Сегодня у нас хорошая погода Ясно Иду по воде И вот такие вот структуры Прямо рассекаются Прямо как отдельные семейства Камьян Всякие пиугольные Все у нас И много чего встречаются Ну, надо ли съезжать Что-то не обещание Мне внесу В обратно По морю Ну, вот Все выглядит Очень даже нестересно Так, вот, особенно Мы уже добрались почти до бедерев Вот, у нас структуры Можете посмотреть поближе Сейчас погружаю на вас Вот здесь Сейчас они Горитические контуры Строили И внутри них Система Это Система Система Универсального управления Родовой атмосферы И Строго Нас Есть Молонезнение Хорошая Универсальная Вот Сейчас Вступается И Какая красота Нас Окружается Спустились по лестнице, это мыс Фиолент, 2000 ступенек и здесь видна структура, прям как одна скала, с другой рядышком стык видим. Вот эти камни, они сами растут, камни крестрическая форма жизни, может все это в великолепии. Так, можно конечно немножко туда зайти, за поворот, но туда уже мало кто заходит, насколько я видел. Тут хорошо, вода теплая. Этому маленькому камню всего лишь 200 лет, как говорится ТР. Он здесь вырос, вот размер не такой, примерно, высотой я не знаю сколько метров, 6 наверное. Ну а здесь уже, и вот, собрат большой. Мощь там. Это камни крестрической формы жизни, который растет, развивается и живет по своему закону. Сейчас в Севастополе были в парке. Нашли два места, где раньше стояли кристаллы. Это одно здесь, другое вон там, фонтанчик исполнен. Это еще до закладки Севастополя в античную эпоху. Здесь были и алмазные, и рубиновые, и стержни, и аметистовые. И вот, чтобы их как-то обозначить, как места Севы, вот таким образом сделали подобные сооружения. Вот мы и здесь сейчас походили, пофотографировались. И... Человеки не просто когда приезжают, они хотят здесь поселиться, потому что чувствуют энергетику, чистоты жизни. И... А ты их от этого просто прет. Ну вот, мы приехали, сейчас пойдем дальше. Это вот я для вас снимаю. Вот здесь, прям, когда стоишься рядышком, чувствуется энергетика и идущая под кристаллов. Приехали в Бахач-сарай. Установки Барай. Звездные установки Долина Магов. И вот здесь отведим. Стены. Класс. Там даже альпинисты лазают. И вот эта территория в будущем должна быть нашей. Еще пункты заселились. Рядно с связанными установками жили. И могли развиваться уже, как светлые человеки. Такая красота. И вон, в той стороне. Сейчас посмотрим. Ну вот, наша путешествие продолжается. Мы спустились вот с этой горки. Там немножко круто, но ничего. Все нормально. Здесь вокруг стены. И вот в том месте, где мы находимся. Инкерман. Мы сейчас будем подбираться в той крепости с тыла. Так-то отместно называлась Рачка Ламид. И эта крепость как раз Каламид. Там есть обычный туда подъем. Но мы зайдем с другой стороны. Где кладка она разрушилась. И видите, такой вот. Взаговорок небольшой. Вот по нему будем подниматься. А сейчас у нас тут древние камни. Со следами. Резы. И вот такой лабиринт. Из этих камней и кустов ежевики с шипами. Надеюсь мы нормально доберемся. Живы и здоровы будем. И вот туда наверх. Ну вот. Из основе с западни мы выбрались. Из этого лабиринта ежевичника. Дальше будет попроще. Вот. Полезем туда наверх. Вот здесь всякое. Так еще полно. Нам хватит. Все полакомиться. Покормиться. Отчередного пункта. Здесь у нас долина. Ежевичник позади наконец-то. Упорно через него пробирались. Со всеми препятствиями. Ну. Покушали немножко. Сейчас запрятствуем. Моисович много камней. И скоро поднимемся в город. Вот. Добрались до верха. Там город. Там пристань. Тут стена. Мы лук у нее стояли. И вот там внизу. Карьер. Дальше продолжается. Везде камень лежит. Недавно. Блин. Там наверху. АМС генератор. Стержень. Там алмазно стоит. Идем дальше. Остатки крепости тут. Камни древние. Может что-нибудь на них и написано. Ну. Не знаю. Пока ничего не видно. Ну. Видно следы фрезы. Я не понимаю. Они что были. Не более того. Встроены в постройки какие-то. Вполне возможно. Да. Можешь пока не идти ничего такого. Вон там крепость видно уже. Здесь еще какие-то остатки. Сейчас посмотрим что-нибудь найдем. Вот это вот все было укрепленный комплекс. Вот. Не знаю. Укрепрайон в котором жили. Уже мало что осталось. Ну. С вами есть. Ну. Круппанорама такая. Все очень даже не темно. Вот. Сейчас подходим к остаткам крепости. Что-то дооставили у нас. Что могли посмотреть. Вот только как район Каламид. Еще бетонные блоки. Ну. Это уже наоборот какие-то современные шри постройки. Древние. Видите. Как по-другому говорили. Сейчас мы к ним подойдем. Вот. Подошли. Остатки стены какой-то. Между ними уже тропы. Ну. Сейчас пойдем поближе. Увидим кладку. Как она выглядит. Крепости уже ходим. Сейчас спустим сквозной проход. Вот в этой стене. Трубка. Вот. Видим древнюю мегалитическую стену. И там сплошную. И складка. Она вылеет. И вот только проходик у нас. У нас структура сохранилась. Ну и сейчас с другой стороны выйдем. Там проход есть? Есть. И с другой стороны. Как стена выглядит. Вот. Пришли. Еще в одно место. Здесь остатки. Круглые башни. Тоже как-то взрывом. Разворотило и вверх. И внизу. Может даже тут мост был. И водом или водком. Скорее всего. Подошли еще в одно место. Вот здесь стена продолжается. И вот они даже это строение. Вот там даже катарка сделана. Сейчас мы увидимся. Как видим, толщина стены она довольно-таки большая. Ну, больше метра получается полтора. Где-то вот так вот. Вроде кошечки маленькие, но заложены тоже. И вот сюда вот так вот более-менее хорошо сохранилась. Мы увидим, что происходит. Прямо с краю пробости. И вот такая арка. Может быть, это самый интересный фрагмент из всего, что сохранилось. И вот здесь тоже точно стены. И как все это складывалось. Сейчас пройдемся здесь. Написи особо никаких не нашли. Но укладку вы можете увидеть. Как все сохранилось в данном объекте. И вот с этой стороны. Видно, что стенополу такое. Вот единственное надпись, что осталось. Так, сейчас посмотрим, что на табличке написано. Память к археологии. И все. Ни названия, ничего нет. Я не знаю. Можете догадываться, что наверху изображено. Сейчас фотографирую антилар. Опять в этой крепости. И вот здесь интересный спуск. У них ступенечки врублены. И вот туда идут. Каменная лестница. И дальше уже налево. Одна летая лестница. По камеру, сути обobiца. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok